МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Я так понимаю, что в школах уже прозвенел последний звонок, изданы последние экзамены и прошли выпускные. Я об этом косвенно догадываюсь по увеличившемуся потоку расстроенных родителей. Родители умудряются огорчаться не только по поводу того, что бессовестные дети не собираются соответствовать их ожиданиям и поступать дальше, учиться туда, куда они, родители, уже давно придумали и сто раз перемечтали. Но и некоторые особенно бессовестные дети вообще никуда не думают поступать. Они планируют стать компьютерными гениями, заняться музыкой, живописью, свободным творчеством и путешествиями по миру с друзьями. Родители в шоке. Они спрашивают меня, что делать? Что делать, что делать? Расслабиться, себя вспомнить, перестать относиться к своим детям, которые уже давно не дети, как к детям. Юноши и девушки имеют право конституционное идти по жизни своим путем. Мы можем им предложить путь, который кажется нам разумным. Мы можем им попытаться объяснить, почему мы считаем этот путь разумным. Мы можем смело обещать им моральную и финансовую поддержку, в том случае, если они пойдут по тому пути, который мы им предложим. Но мы, родители, не имеем права от них это требовать, потому что никто и никогда не может в этот самый момент выбора сказать, кто прав, а кто виноват. Только время это может показать. Мои родители по окончанию 10 класса сказали мне, что приличные люди после школы идут учиться на юристов, экономистов или, в крайнем случае, инженеров или строителей. Я, как человек разумный, внимательно выслушал их после окончания 10 класса и пошел учиться в медицинскую академию, потому что... И вот вы думаете, я сейчас скажу, что всегда мечтал стать врачом? Ни разу не мечтал, потому что туда пошла учиться моя девушка, в которую я был влюблен. Это было «гениальное» по своей обдуманности решение. Но это было мое решение, и я за него сам отвечаю. Потом родители смирились, потому что и среди врачей много приличных профессий. Хирурги, терапевты, педиатры, окулисты, акушеры-гинекологи. Но я пошел в психиатры. Не задался у нас младший сын, подумали мои родители, наверное. Однако же вот как-то все случилось, и мне кажется, что у меня очень замечательная и интересная профессия. И даже родители через 30 лет смирились. Чего и вам желаю. Не ссорьтесь со своими детьми после окончания школы из-за их выбора, который не устраивает вас. Кто знает, чем все кончится. И кто прав, а кто нет. С добрым утром!